Жириновский пообещал присоединить Таджикистан к России. Конференция по Афганистану в Ташкенте. Узбекский имам обвинил трудовых мигрантов в Лене. Китай требует от Кыргызстана погашения кредита. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил о своих намерениях оккупировать Таджикистан. Об этом сообщает российская газета. По словам депутата российского парламента, в 2036 году он собирается уйти из политики. Но до этого он хочет присоединить к России, Азербайджан и Таджикистан. Такое заявление содержится в уже опубликованной прощальной речи Жириновского. С прощальной речью он собирается выступить перед 200-тысячной толпой, собравшейся на Красной площади на 1 мая 2036 года. «Я ухожу, но я не оставляю вам преемника, потому что наступило время прямой демократии». Правительство России тоже сформировалось с участием Госсовета и граждан, которые путем голосования через интернет выбрали самых достойных. «Так мы сделали по всей вертикали власти. Не нужны ЦИК, УИКИ, наблюдатели, члены комиссий, бюллетени, миллиарды денег были сэкономлены», сказано в прощальной речи Жириновского. Следует заметить, что данное заявление главного националиста-старожила о российской политике, хотя и является лишь его очередной абсурдной эпатажной выходкой, но тем не менее достаточно точно отражает амбиции России по восстановлению колониального контроля над Таджикистаном, который с конца 19 века в течение более чем 100 лет уже находился в оккупации с начала царской России, а после Советского Союза. Эксперты отмечают, что данное, оскорбительное в адрес народа Таджикистана заявление, осталось безответным со стороны таджикских чиновников, именно по той причине, что режим Арахмона является хранителем и проводником имперских интересов России. Российская военная база в Таджикистане. Срок его действия обозначен до 2042 года. 27 марта в столице Узбекистана, Ташкенте, прошла конференция по Афганистану под названием «Мирный процесс. Сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие». По данным МИД Узбекистана, в работе форума приняли участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадомичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерико Магирини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в конференции участвовали спецпредставители по Афганистану и Пакистану из Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов. Примечательно, что представители движения «Талибан» не присутствовали в обсуждении урегулирования ситуации в Афганистане, о чем накануне начала конференции сообщил руководитель пресс-центра конференции Шерзот Кудрат Ходжаев. Напомним, что идея мирного урегулирования ситуации в Афганистане родилась у США в начале 2010-х годов, после того, как в длительной войне армии США и блока НАТО потерпели явный провал в попытке изолировать афганское сопротивление, в первую очередь в лице движения «Талибан». Так, в рамках претворения этого плана в Катаре по инициативе США в 2013 году было открыто официальное представительство движения «Талибан» как площадка по переговорам и обмена пленными, что в свою очередь не продвинуло процесс мирного урегулирования. Ранее в своем заявлении официальный представитель «Талибана» Забиулла Муджахид неоднократно заявлял, что движение не собирается вести какие-либо переговоры о мире, пока на территории страны присутствуют западные войска. Очередное скандальное заявление со стороны правительственного имам Хатыба сотрясло центрально-азиатское информационное поле. Так, на днях имам Хатыб ташкентской мечети шейх Заниддин Адилхон Кори в своей проповеди обвинил в лене жителей страны, отправляющихся на заработки в Россию. Продолжение следует... Напомним, Абитхон Кори уже не первый, кто поставил в вину узбекским трудовым мигрантам тот факт, что они не смогли найти работу на родине. Например, бывший президент Узбекистана Ислам Каримов в 2013 году также назвал мигрантов лентяями. Следует заметить, что по официальным данным средняя зарплата в Узбекистане по итогам 2017 года составила 127 долларов. Об этом сообщил 14 декабря 2017 года Мирзаев, представитель Государственного комитета по статистике на заседании Международного пресс-клуба. Однако достоверность даже таких низких цифр вызывает большие сомнения среди жителей Узбекистана, о чем они откровенно пишут в социальных сетях. По их мнению, в реальности средняя зарплата значительно ниже даже этой мизерной цифры. Посол Китая Сяо Цинхуа заявил, что у Бишкека нет иного выхода, кроме того, как погасить свои долги в ближайшей перспективе. Кыргызстан, как и другие страны в Центральной Азии, финансово зависимы от иностранных кредиторов, в частности от Китая, что позволяет Китаю приобретать на страны Центральной Азии еще большее политическо-экономическое и военное влияние. Примечательно, что страны Центральной Азии быстрыми темпами увеличивают задолженности и перед международными финансовыми оккупантами. По данным организации Center for Global Development, на экспортно-импортный банк Китая приходится около 40% внешнего долга Кыргызстана, что составляет сумму в 1,5 миллиарда американских долларов. В своем докладе «Исследование долговых последствий инициативы. Один пояс, один путь. Политическая перспектива», опубликованном 7 марта, исследователи Center for Global Development посчитали, что Китай вкладывает до 8 триллионов долларов в 68 стран Азии, Африки и Европы. Напомним, что кредиты являются сегодня инструментом в руках крупных держав для установления колониального контроля над слабыми странами с целью их дальнейшего порабощения, и по этой причине данные кредиты порою навязываются даже тем странам, которые совершенно не нуждаются в финансовых вливаниях. Отметим, что ростовщические операции являются для мусульман недопустимыми согласно законам ислама и считаются одним из самых больших грехов. Продолжение следует...